Долина Москвы-реки Главная цель – показать людям, насколько вот эта территория в окрестностях Зевенегорода, в целом Одинцовский округ, насколько он богат природным наследием, культурным, историческим наследием. Подобной концентрации вот этих вот ценных в самом разном отношении объектов найти в других уголках Подмосковья довольно сложно. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, дружина охраны природы биофака МГУ и администрация Одинцовского округа отправили проект «Звенигородский вектор» на конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России. Одинцовский округ уже не первый раз участвует в проектах агентства стратегических инициатив. Буквально в феврале мы участвовали в проекте 100 городских лидеров, включить «Звенигород» со своей экотропой. И вот сейчас мы вновь подали заявку от Одинцовского городского округа. В проект вошли 18 особо охраняемых природных территорий, 7 из них регионального уровня, они находятся в ведении Министерства экологии и природопользования Московской области, а остальные 11 местные. Он откроет жителям и гостям Московского региона древние дороги, по которым путешествовали князья и цари, поля Великой битвы и городища Железного века. Одно из ключевых направлений «Звенигородского вектора» – создание музея под открытым небом, посвященного боям на рубеже обороны Москвы, проходившим под Звенигородом в 1941 году. Цель этого проекта заключается в популяризации темы Великой Отечественной войны в целом, в научном изучении остатков военно-фортификационных полевых сооружений на этой территории, поиск неучтенных воинских сооружений и изучение, каталогизацию и регистрацию воинских захоронений, существующих и которые еще не выявлены в том числе. Все это в 30 минутах езды от МКАД. Вы можете поддержать проект по развитию устойчивого туризма на территории Одинцовского округа «Звенигородский вектор», отдав за него свой голос на сайте конкурса до 23 июля. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».